Я стеснительный, но приходится все-таки мириться с тем, что я сейчас стою перед камерой и разговариваю тут с вами. Для этого, знаете, можно ходить с важным видом и тогда, в принципе, создается такое впечатление, что ты являешься студентом пятого курса. Нам тогда выдали флажки, и мы стояли группой и смотрели на то, как звенит звонок. Почти 1300 первокурсников пополнили ряды студенчества в Петрозаводском госуниверситете. Какой он, нынешний первокурсник и не первокурсник, как посвящают в студенты и как это было много лет назад. Вы смотрите «Актуальный Блиц» на телеканале ТНТ «Онега». Петрозаводск не зря считается городом студенческим. Три вуза – Карельская педагогическая академия, консерватория и Петрозаводский госуниверситет. И это не считая множества филиалов и профессиональных колледжей. Получается, как минимум, каждый десятый житель нашего города – это студент. О том, как начался у них новый учебный год – сегодня об этом в нашей программе. Наша программа в крупнейшем вузе Северо-Запада – Петрозаводском госуниверситете. 17 факультетов, 85 кафедр, три филиала. Здесь ежегодно учатся около 17 тысяч человек. В этом году стали студентами Петрозаводского госуниверситета 1300 молодых людей. Несмотря на то, что у нас ситуация с выпуском из 11 классов средних школ, она достаточно серьезная. Если 4 года назад из школ Карелии в 11 классе выпускалось около 8 тысяч, то в этом году только 3,5 тысячи. Представляете, нам нужно выбрать все-таки лучших и набрать. И тем не менее, план приема бюджетный нами выполнен полностью по всем направлениям подготовки. И бакалавриат, и магистратура, и специалитет. Кто же пришел в университет в новом учебном году? В основном это петрозаводчане. Среди новичков – жители районов Карелии, других российских регионов, а также иностранные граждане из Литвы, Эстонии, других бывших союзных республик. Много студентов из Китая. Иностранцы учатся платно. А вот наша молодежь, кто поступил на бюджетное место, бесплатно. Да еще за хорошую учебу студенты могут получать стипендию. Обычную – около 3 тысяч рублей, повышенную на тысячу больше. А особо одаренные и способные к ней могут прибавить, например, Потанинскую. В общем, учиться успешно выгодно. При этом у теперешних студентов много и других возможностей. Наш бакалавр имеет право после первого года, после второго года, даже после третьего года поступить еще в какой-то вуз, проучиться там, скажем, семестр или два семестра, год целый. Значит, получить те оценки, которые, так сказать, он получил там, прийти сюда, закончить здесь у нас вуз. Но вот он будет уже со знаниями, скажем, которые дали ему там в другом каком-то вузе. И это не зависит от государства, в котором, так сказать, он обучается. Это может быть и наш российский вуз, а может и зарубежный любой вуз. Тут вопрос другой. Вопрос в грантах, да, которые нужно выиграть для того, чтобы, так сказать, вот поехать. И вопрос, наверное, прежде всего в языке. Как же он выглядит тот, кто только начал постигать азы высшего образования? Оказалось, первокурсника не первокурсник, вычислит в толпе без труда. Во-первых, первокурсник – это человек, который неопытен. И человек, который всегда боится что-то спросить у старшего курса. Так вот, хочу дать один большой совет всем первокурсникам. Не надо бояться спрашивать у опытных людей. Например, у меня у пятого курса студента экономического факультета. Как у дреда первокурсника? Ну, я думаю, что это активный человек, который пытается узнать о том месте, в котором ему предстоит обучаться, все, пытается узнать все программы, которые в нем проходят. Также он участвует в студенческой жизни, вступает в правком, пытается влиться в учебу. Наверное, такой портрет. Однако опытный проректор Анатолий Осипович Лопуха более 20 лет занимается приемом в университет. К этому портрету делает существенное дополнение. Вы знаете, сегодня, конечно, первокурсник более раскрепощен, нежели, скажем, это было лет 20 назад. Наверное, можно сказать, что у них более широкий кругозор. Но не всегда они четко знают те предметы, которые являются у них основными, скажем, даже в университетской программе. Все курсы первокурсников, они, видимо, все-таки были разными. Потому что и сегодня, и в прошлые годы есть ряд людей, которые выбирали свою специальность обдуманно, серьезно. С таким же отношением относятся они и к учебе. К сожалению, есть ряд ребят, которые, поступив в университет, или самостоятельно уходят после первой или второй сессии, или с ними приходится расставаться, потому что они не могут осилить университетскую программу. К сожалению, такое тоже бывает. У них недостаточно знаний, а иногда и желания учиться в университете. То есть они не совсем точно определились со своим будущим в жизни. Далеко за примером ходить не пришлось. Первый наш знакомый, в прошлом выпускник 40-го Петрозаводского лицея, а ныне первокурсник математического факультета Дмитрий Исаков, затруднился ответить на вопрос, а кем он собирается стать после учебы в университете. Я просто еще пока не задумывался, кем конкретно я могу стать. Возможно, системным администратором, ну что-нибудь с информатикой связано. Получилось так, что немного не сюда хотел попасть, а в другой подфакультет попал на математику, хотел на информатику, баллов немного не хватило. Но так или иначе, мне здесь тоже все вполне пока устраивает. Занятия все равно пока одинаково так проходят, такие совместные. Поэтому мне пока все нравится. Я, конечно, в прошлом году еще до поступления здесь гулял, но особо по аудиториям не ходил. Поэтому для меня все тут ново. Особенно такие большие длинные аудитории, где большая группа людей собирается. Это все ново для меня. Самое трудное – это сидеть на лекциях и пытаться послушать и запомнить все, что пытаются тебе сказать, осмыслить все это. Низкий уровень знаний – вот чем сегодня озабочены преподаватели университета. Проходной балл для поступления в Петрозаводский госуниверситет немногим более ста. А по профильным предметам, например, для тех, кто поступает на технические специальности – 30-40. Что греха таить? У нас в последние годы мы очень часто говорим о проблемах с физикой. Видимо, в школе работа с физикой поставлена не на должную высоту. Но и самое интересное, что очень мало ребят сдают физику. Хотя вы знаете, что результат единого государственного экзамена по физике он необходим для того, чтобы поступить практически на все технические факультеты. Там везде есть физика. И поэтому, особенно в последние, скажем, два года, у нас были проблемы с набором именно на специальности технического профиля. Ну, потому что нам бы хотелось, чтобы балл единого государственного экзамена по физике был бы повыше. Нынешние новобранцы университета начинают учебу в условиях реформы образования. Несколько лет назад состоялся полный переход на баллонскую систему. Были введены бакалавриат, специалитет и магистратура. Вы знаете, прошло еще не так много времени, чтобы четко сказать, хорошо это или не очень. И лично мое мнение заключается в том, что я все-таки считаю, что специалист был лучше подготовлен, чем магистр. Сейчас идут разговоры о введении дополнительных к единым госэкзаменам тестах, которые могут вводить университеты для своих поступающих. Ни для кого не секрет, что в МГУ и Санкт-Петербургском университете такие экзамены введены давно. Это введен собеседование по каким-то предметам или еще что-то, так сказать. Если нас обяжут, мы, наверное, так сказать, введем тоже дополнительные какие-то экзамены. Хотя на сегодняшний день достаточно тех трех экзаменов в форме ЕГЭ, которые ребята сдают в школах или во вторую волну. Здесь у нас некоторые категории абитуриентов сдают. Этого достаточно для того, чтобы определить проходной балл, зачислить в УЗ. Обсуждается также вопрос распределения после обучения, когда выпускник ВУЗа работает как минимум три года после окончания учебы там, куда его направят. Такая система долгие годы действовала в Советском Союзе. Если введут, я думаю, что хуже от этого не будет. Я, например, в свое время прошел процедуру распределения, был отправлен в школу. И проработав в одной школе, потом меня перенаправили в другую школу. Я там еще восемь лет отработал. И, видите, жив до сих пор, здоров. Правда, эта инициатива вряд ли найдет много сторонников. Вот, к примеру, набор так называемых целевиков в Петрозаводском госуниверситете снижается последние 3-4 года. И причина, скорее всего, в той самой отработке. Вы знаете, что целевик должен вернуться после окончания учебы и работать в том районе, откуда его направили к нам на учебу. Поэтому в этом году у нас всего 61 целевик принят. Ну а пока для вновь поступивших готовится День первокурсника. Своеобразное посвящение в студенческое братство. Вручение символического ключа знаний на подственное слово ректора. Праздник, который должен запомниться на всю жизнь. В этот день ректор поздравит их, так сказать, с поступлением в наш университет. Потом для них будут самые разные мероприятия проведены. Этим занимается обычно наш студенческий правком. Лишний раз сплотить студентов. Они хоть друг на друга, друг на друга посмотрят. Нам тогда выдали флажки, и мы стояли группой и смотрели на то, как звенит звонок. Это было увлекательно, и я запомнила это всю жизнь. Была такая официальная часть, но мне, по большому счету, запомнилась большая часть неофициальная. Когда мы встретились с группой, пообщались с первокурсниками. И, соответственно, пошли на вечеринку, которая была вечером в Карелии. Вот, это мне больше всего запомнилось. На этот раз День первокурсника в Петрозаводском госуниверситете пройдет 17 сентября. Это был Актуальный Блиц на телеканале ТНТ. В «Онега» мы рассказываем о самых важных событиях, происходящих в нашем городе. По четвергам в 19.30. Если у вас есть темы для нашей передачи, звоните нам 59 20 50. До встречи! До встречи! До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова